МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А если по правде, то я приехал сюда верящим и любящим людей, но в первые же лет 10 встретил столько всякого говна, что стал немножечко мизантропом. Но хорошие люди сохранились. Они живут в резервациях собственных домов крепостей, общаются только с представителями дружественных племен, и с ними же пьют огненную воду, курят трубки мира, играют в покер и следуют другим обрядам. Между прочим, сегодня День солидарности людей. Люди, имеются в виду, должны быть солидарны друг с другом. Это праздник ООН, бессмысленный, как все, что происходит под эгидой этой организации. Достаточно посмотреть вокруг или послушать минут через 20, мой чикагский смотритель. Это вот такой анонс. Несколько новостей сегодняшних, совсем свежих. Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетный удар по объекту террористической организации Комитеты национального сопротивления в южном предместе Дамаска в Сирии. Сетевые издания, принадлежащие Хизбале, сообщили, что в результате воздушной атаки погибли видные, как они выразились, деятели борьбы с сионистским режимом, Самир Кунтар и командир одной из военизированных группировок сирийского национального сопротивления на голландских высоках, Фарм Исам Шаалам. 22 апреля 1979 года господин Кунтар, ныне покойный, убил несколько израильтян, приплыв из Ливана на моторной лодке в Нагорию. Он получил пять пожизненных сроков, плюс 60... плюс, извините, 47 лет. В тюрьме он женился на израильтянке арабского происхождения, окончил израильский университет. В 2008 году Шимон Перес помиловал Кунтара в рамках обмена. Израиль получил взамен тела двух убитых солдат. Кунтар в одном из интервью рассказывал, что при освобождении к нему подошел какой-то человек и сказал, цитирую, «Где бы ты ни находился, я найду и прикончу тебя». «За что?» – спросил Кунтар. «Ничего личного», – сказал этот еврей. «Просто такая у меня работа убивать уродов вроде тебя». И сегодня это случилось. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия планирует и в дальнейшем совершенствовать ядерное оружие в качестве фактора сдерживания. «Мы не станем размахивать ядерной дубидой, но все должны знать, ядерная триада лежит в основе нашей политики безопасности», – сказал президент России. Он же сегодня снизил или повысил, кто его знает, шансы Дональда Трампа, потому что похвалил его. «Трамп, – сказал Путин, – яркий очень человек, талантливый и без всяких сомнений. Не наше дело определять его достоинства, это дело избирателей Соединенных Штатов Америки, но он абсолютный лидер президентской гонки, и, мне кажется, мы бы легко нашли общий язык в случае его победы», – сказал президент России. На борту «Боинга-3-7» авиакомпания Air France во-первых, я скажу, что этот борт совершил посадку, вынужденную в аэроборту «Мамбасы» в Кении, и на нем действительно находилась бомба, более того, заложивший ее человек уже арестован. Лайнер следовал из Маврикия в Париж, на его борту находились 459 человек, пассажиров и 14 членов экипажа. Подозрительный сверток был обнаружен в туалете, и слава богу, что пилот среагировал быстро и запросил посадки, и тут же оказался аэропорт «Мамбасы». Слава богу. Студия «Баланс» предлагает услуги аудиозаписей ваших поздравлений и капустников, запись музыкального исполнения ваших детей в профессиональной аудиостудии, а также уроки вокала и сценического мастерства. Если у вас нет возможности приехать в эту студию или срочно нужен музыкальный подарок, вы просто можете спеть выбранную вам песню в диктофон мобильного телефона обыкновенного под фонограмму, которую слушаете через наушники. Где найти фонограмму? Пожалуйста. В интернете, например, на сайте www.xdefis-.org Запишите несколько голосовых файлов без музыки и 3-5 из них отправьте по имейлу. Уже на следующий день сможете получить на свой имейл готовую песню в собственном исполнении с обработанным вокалом. Канун праздников, это интересно. Имейл такой. studiabalance.gmail.com Повторяю, studiabalance.gmail.com Если есть вопросы, можете позвонить по телефону. Там говорят по-русски. 847-858-6909 Это 847-858-6909 Уникальные залежи сокровищ вы можете обнаружить в совершенно, на первый взгляд, неожиданном месте даунтауне Баррингтона. MJ Miller & Company это совершенно удивительный ювелирный магазин, где изысканный стиль для ценителей прекрасного присущ каждому изделию. Более 45 лет хозяин магазина Майк Миллер и его замечательная профессиональная команда помогают уже нескольким поколениям воплощать их ювелирной мечты в реальность. Уже хотя бы потому, что MJ Miller обладает самым большим выбором в Большом Чикаго, имеет смысл ехать в Баррингтон отовсюду. Звоните по телефону 847-381-7900 или просто приезжайте в магазин. Он находится рядом с популярным рестораном «Шаку» по адресу 123 Вест Мэйн, Баррингтон. Телефон, повторяю, 847-381-7900. А сейчас послушайте замечательную композицию, написанную Луи Армстрогом в нашем городе, в Чикаго, недалеко от нашей студии, которая называется «Все обожают мою детку, но моя детка любит только меня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 морских пехотинцев пошли оберегать 35 тысяч американских граждан, находившихся в Панаме, и на всякий случай положили, точнее, извините, от 5 до 7 тысяч человек там. Американские источники, я имею в виду не своих, а чужих, американские источники говорят о 5 тысячах убитых панамцев, панамские о 7. Ну вот такая вот достаточно грустная история. В Макао сегодня день основания страны, вот, хороший, кстати, остров португальский когда-то. Сегодня именины у Алексея, Амвросия, Антона, Галактиона, Григория, всех мы, естественно, поздравляем, Ивана, Игната, Игнатия, Льва, Михаила, Никифора, Павла, Петра, Юля, и, внимание, Сергея, Серега, поздравляю тебя с имени. Это каждый месяц, Сергей, я нахожу во всех таких перечнях, так что каждый день меня поздравляют. То есть, зря? Ну, Сергей, у тебя сегодня именинность. Ты понимаешь, интересную вещь ты вначале сказал, взаимоисключающие праздники, день комитета госбезопасности и солидарности друзей. Почему? Не отводи от себя, мы тебя поздравляем. Только собираются люди, для комитета это уже сигнал. Репортерам с ног меня не сбить, я по-прежнему поздравляю тебя с именинами. Ты сегодня именинность, пожалуйста. В 1408 году, в этот день, хан Едигей отступил от стен Москвы, окончание последнего крупного набега на Русь. Таким образом, отмечается сегодня, ну, свободной стала, типа Русь. Туда ее в качель. 1522 год, 20 декабря, завершилась осада Родоса османскими войсками. Рыцари-госпитальеры сдали крепость. Хотите, я расскажу вам о рыцарях-госпитальерах? Ну, хотя бы вкратце, потому что вам, может, интересно, почему они называются госпитальерами. В 1080 году, это 11 век, в Иерусалиме был основан Амальфийский госпиталь. Вы знаете, христианская такая обитель, организация, единственной целью которой была помощь неимущим, больным и раненым пилигримам. Мусульмане, ничего не подозревая, занимались своими мусульманскими делами. Но когда через 19 лет пришли крестоносцы, то неожиданно выяснилось, что они зря были такими доверчивыми. Амальфийцы так хорошо вылечили раненых и больных обездоленных пилигримов, что они превратились, эти пилигримы, в рыцари религиозно-военного ордена. И как только на подступах к Иерусалиму стали различимы передовые отряды крестоносцев, эти самые люди, называвшие себя госпитальерами, вышли на улицы и ударили сельджуком в тыл. Короче, они практически раздраконили там все к чертовой матери еще до прихода крестоносцев. А потом еще отличались крайней жестокостью. И турки-сельджуки затаили на них некоторую грубость, и таили ее с конца 11-го, повторю, века, посередину 16-го, когда осадили Родос, где там была у них уже к тому времени штаб-квартира через 5 веков, 200 тысяч человек послали туда, 200 турки послали, и вынудили госпитальеров сдаться. Выжившие госпитальеры убежали на Сицилию, а через 7 лет испанский король Карл V, будучи также гражданом Сицилии, отдал госпитальерам Мальту в постоянное феодальное владение. Плату за это Карл назначил чисто символическую. Один мальтийский сокол ежегодно посылался ко двору, ко дню всех святых. Вот такая вот история. Мне ее рассказал сын моего друга Сергея Кардашова, тоже Сергей Кардашов, который на Мальте учился. В 1699 году в этот день вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января. С тех пор и понеслась. В 1792 году было открыто почтовое сообщение в этот день между США и Канадой. Та же Канада, но в 1828 году установила дипломатические отношения с Россией. В 1860 году Южная Каролина вышла из Американского Союза и вступила в конфедерацию. В 1879 году Томас Эдисон провел демонстрацию лампы накаливания. Ну, спустя почти 100 лет, я люблю рассказывать эту историю вкратце, когда пришел Билл, одной нашей знакомой, слишком большой, и она позвонила в Эдисон, тогда называлась эта компания Эдисон электричества, вот, и сказала, можно я поговорю с господином Эдисоном? А тебе говорят, это невозможно. Почему? Он умер. О, какое несчастье. А когда пришел ее муж, она сказала, ты знаешь, ой, спросила, ты разобралась там с этим Биллом? Он говорит, знаешь, сегодня не очень хороший день, у нее хозяин умер. Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания. В 1883 году на Ниагаре был открыт первый консольный мост между США и Канадой. Он сохранился до сих пор и работает. В 1892 году инженеры Александр Браун и Джордж Стилман из города Сиракузы, штат Нью-Йорк, получили первый патент на пневматические автомобильные шины. В 1917 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия, ВЧК, по борьбе с контрреволюцией и саботажем. И этот день отмечается сегодня как праздник сотрудников сил безопасности. Владимир Владимирович сегодня в белой рубашке ходит с утра, между прочим. А в 58-м году опять продолжение этого дня, памятник Феликсу Дзержинскому в Москве установлен. Да ты что? Вот это я не знал. В 58-м году. Именно в этот день. Феликс Эдмундович. Вот как все совпало. Помню, помню, это замечательно. Феликс на май. В 1924 году мы сегодня таких людей вспоминаем. Адольф Гитлер, приговоренный за государственную измену к пяти годам за исключение, освобожден из Ландсбергской стюрьмы после девяти месяцев заточения и двухнедельного процесса. Его адвокатом был Борух Якобсен. Если бы Борух знал, кого он защищает. В 1938 году в этот день в Советском Союзе были введены трудовые книжки. У тебя была трудовая... И не одна, наверное, была у тебя. Ты прав. Вот при слове «не одна» сразу залывался, да? Да, как же. А вот у меня одна. У меня одна. Там были и выговоры, и награды мои все. У меня тоже была одна чистая, а вторая вот рабочая. В 1963 году в этот день впервые для жителей Западного Берлина был разрешен проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников ФРГ. В 1999 году, мы об этом уже говорили, Португалия передала остров Макао Китаю. В 2000 году парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях. Сегодня, в этот день. То есть не сегодня, а в этот день. Родились. В 1904 году Евгения Семеновна, вообще Соломоновна Гинсбург, мама Василия Аксенова. Крутой маршрут. Многие, наверное, читали. В 1948 году Алан Парсонс, английский звукоинженер, музыкант. Кстати, он записал революционный по тем временам. Он и сейчас, когда его слушаешь, просто поражаешься. Это 1968 год, Dark Side of the Moon, Pink Floyd. В 1967 году родился Дмитрий Быков. Дмитрий Львович Быков, российский писатель, журналист, поэт, сценарист, кинокритик, интеллектуал. Умерли в этот день три выдающихся сочинителя. В 1941 году прошлого века Игорь Северянин, настоящее его имя Игорь Лотарев. В 1943 году Юрий Тынянов и в 1968 году Джон Стейнбек, великий американский писатель-празаик. Спектакль, по роману которого «К востоку от рая» недавно прошел и скоро, кстати, возобновится в Чикагском театре Степенволф. Кстати, о Степенволфе. Рекомендую всем посмотреть спектакль «Доместикейтед». Я не буду говорить, где находится. Ха, почему не могу? Ну, скажу, я помню. 16.50, Норс Халстед. Там находится театр Степенволф. Зайдите, вы можете купить билеты в кассах, может быть, в www.stepenwolf.org. Но я скажу вам, начну точнее с того, что доверие к театру Степенволф, подорванное, прямо скажем, неудачным русским транспортом, где даже отличная игра актеров не спасла слабую пьесу и странную режиссуру. Был такой жуткий совершенно спектакль. После спектакля «East of Eden» и особенно «Доместикейтед» восстановлено полностью это доверие. У меня лично. Мне кажется, резкое повышение уровня связано с тем, что в театре появился новый художественный руководитель Марту Леви после почти 20-летнего самодержавия сменила Анна Шапира. Ну, дело не в том, что Шапира. Ну, и свежая кровь просто влилась, и она умница, конечно. Именно она, прекрасно знающая Брюса Норриса, хорошего актера и отличного драматурга, пригласила его в труппу театра, как актера, и поручила постановку «Доместикейтед». Впрочем, лучший текарский театр хорошо знаком Норрису, а Норрис чикагскому зрителю. Семь последних пьес Брюса были поставлены на сцене Степенволу, включая «Клайберн Парк», за который он получил, кстати, полицеровскую премию, премию Оливье и Тони, кстати, за лучшую пьесу. Норрис завершил «Доместикейтед» в 2013 году, но мысль о пьесе возникла у него в разгар скандала Твинтона Левински в 1998 году. Румяный президент-развратник не только изменил, как вы помните, но и потом и врал жене, и отрицал свою связь со стажеркой под присягой, что едва не стоило ему места. В 2011 году отличился сенатор-ультраконсерватор Херман Кейн, который считался лидером на республиканских праймерис. На него обрушились обвинения в сексуальных домогательствах, а когда он начал все отрицать, появилась какая-то обиженная женщина, которая утверждала, что была его любовницей в течение 13 лет. Кейн отказался от дальнейшей борьбы за Белый дом. В ряду сильных мира, сего которые вляпывались в сексуальные скандалы, такие люди, как британский военный министр Джон Профьюма, кандидат в президенты США, сенатор из Колорадо Гарри Харт, бывший президент Зимвабве Канан Банана, генеральный прокурор России при Ельцине Юрий Скуратов, глава Боинга Гэри Стоунсайфер, президент ЮАР Якоб Зума, бывший губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер, вы знаете эту смешную историю, бывший президент Израиля Машек Кацав, президент Парагвая Фердинанд Луго и, конечно, старый повеса Сильвия Берлускони. Это, впрочем, далеко не полный список штрафников. Но Норрис не был бы Норрисом, если бы сосредоточился на анализе только политического аспекта проблемы. Он принялся препарировать взаимоотношения мужчин и женщин, причем придумал для этого такой вот для кого-то, может быть, шокирующий, а для кого-то просто забавный способ. Я не стану раскрывать карты, чтобы не испортить вам впечатление. Ну, а посмотреть спектакль вы просто обязаны и смешной, и занимательной, и полезной, даже если вы не политик. И если кто-то по ходу действия начнет проводить параллель между женой главного героя и Хиллари Клинтон, которую художник по костюмам Дженни Меннис одевает в те же наряды, в которых в конце прошлого века щеголяла бывшая первая леди, а сейчас основной кандидата демократов на президентский пост, а также подумывать о временном совпадении начала серьезной кампании главного кандидата президента демократической партии с Чикагской премьерой, то могу вам посоветовать не спешите записывать автора в агитаторы. В провокаторы, в хорошем смысле этого слова, да. Норрис намного тоньше и умнее, и вы ни за что не догадаетесь о его партийных предпочтениях. Я отмечу блестящую игру всех без исключениях актеров, замечательные работы художника-декоратора Тодда Розенталя и художника по свету Энн Райтсен. Кстати, по спектаклю я разговаривал с человеком, который видел постановку в Нью-Йоркском варианте с Лори Мэтков и великолепным Джеффом Голблумом в главных ролях. Чикагский спектакль лучше, сказал он. Но мне сравнивать не с чем. Я не видел Нью-Йоркскую постановку, но основываясь на увидевом здесь, в Чикаго, я рекомендую, повторю, настоятельно. А сейчас у нас рекламная пауза, потому что уже 11.25. Если у вас возникли вопросы при получении моргиджа, вы хотите приобрести что-либо из недвижимости, наверное, стоит вам обратиться к Виктору Болотникову из компании Home Loan Solution. Он неоднократно был у нас в эфире, рассказывал, что необходимо для этого сделать. Я уверен, наверное, первый звонок для предварительной консультации очень-очень важен в этих вопросах. И вот обращайтесь к Виктору за помощью в этом вопросе. По телефону 847-401-6802. Виктор гарантирует лучшие рейты, курсы, как угодно это называйте. Ну и за очень-очень весьма такой низкий гонорар, что немаловажно. Компания расположена по адресу 420 Лэй Кук Роуд в Дирфилде. И еще раз номер телефона 847-401-6802. Метросмайлс Дентал. Клиники Метросмайл Дентал принимают пациентов с паблик-эйдс с покрытием стоматологических услуг в штате Иллинойс. Мы поможем вашему ребенку приобрести красивую и здоровую улыбку на всю жизнь. Мы разработаем план платежей, подходящий для вашего бюджета. Эта процедура проводится только сертифицированными врачами-ортодонтами. Для вас открыты 9 клиник в Чикаго и его пригородах. Я не думаю, что имеет смысл перечислять все номера телефонов всех этих офисов. Назову лишь номер телефона в Чикаго 708-222-8302. Позвоните, и вам ответят на все интересующие вас вопросы. И вам подскажут, в какой из офисов вам удобнее обратиться, ближе к месту, где вы проживаете. Наверное, это будет правильнее сделать так. Еще раз напомню, номер телефона 708-222-8302. Мэтр Смайлс Дентал. Хочу лишний раз напомнить, если по каким-либо причинам вы не успеваете следить за теми или иными номерами телефонов и адресами, не расстраивайтесь, позвоните в редакцию газеты «Свет». Наши сотрудники всегда помогут вам разрешить любую проблему, связанную с этим. Ресторан Миконос. Попробуйте Грецию на вкус. Давний, надежный друг нашей общины. Здесь вкусно и не грустно. Расположен он по адресу 8660 Вест Голд Роуд в Найлсе. Номер телефона 847-296-6777. Все лучше, чем сломна кухня «Элеонов» к вашему столу ежедневно. Нашему меню, так утверждают хозяева этого ресторана, 25 веков. Великолепное обслуживание, полный бар и умеренные цены. Еще раз повторю номер телефона 847-296-6777. Сеть продуктовых магазинов «Джо Капута Инсанс», «Палатани», «Ножбруки», «Десплейн», «Серлингтон Хайтс». Большой выбор продуктов по очень-очень доступным ценам. Подробную информацию о специальных предложениях этой недели вы сможете найти на цветных страницах газеты «Новый свет». На протяжении более 100 лет Chicago Title Land Trust Company помогает клиентам в таких сложных вопросах, как вопросы недвижимого имущества. Помощь компании основана на уникальной квалификации специалистов. Опыт, экспертиза, отличное обслуживание, индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента. Опытный персонал всегда готов помочь в течение всей рабочей недели. С понедельника по пятницу с 8.30 утра до 5 вечера. Если вы позвоните в нерабочий день, вы можете оставить сообщение, и наши сотрудники обязательно на следующий рабочий день свяжутся с вами. Позвоните, пожалуйста, по телефону 312-223-4110 или по бесплатному телефону 888-878-7856. Компания расположена в Чикаго по адресу 10 South Los Angeles Street, кабинет 2750. Позвольте пару слов о Лейкблаф аутобаре, куда вы можете и должны позвонить в случае необходимости, набрав следующее сочетание цифр 847-615-6500. Если мужчина врезался в чужую машину, он прежде всего заглядывает в свой бумажник. А женщина в зеркальце, чтобы убедиться, что Марафет не пострадал и чтобы подготовиться к рандеву с полицейским. Правда, сразу же после этого умные мужчины и женщины делают все-таки одно и то же. Они звонят в Лейкблаф аутобаре. Придать разбитой машине товарный вид могут многие, но здесь ее сделают качественной и с иголочкой. Чудесный сервис, плотный контакт с оценщиками страховых компаний и компаний по ренту автомашин, а главное – быстрый и надежный ремонт. Потому что опыт большой и репутация здесь дорожает. ОСА пользуется Лейкблаф аутобаре и, увы, чаще, чем хотелось бы. 28 845 Нейджел Корт, Лейкблаф. Одна минута езды на запад от улицы Валкиган по 176-й дороге. Советовать вам лучших – наш долг. Еще раз телефон Лейкблаф аутобаре 847-615-6500. Звоните Павлу, он не подведет. Что чувствует человек, у которого болят зубы, я, честно говоря, уже забыл. Итог мы от того, что моим донтистом является доктор Джекоб Лейк, который является руководителем известной клиники Illinois Dental Center. В офисах принимают более 10 врачей, выпускники лучших стоматологических школ США. Клиники оснащены самым современным оборудованием. Лазерное лечение зубов и операции на деснах без анестезии, импланты, лечение кариеса, протезирование, словом, все-все-все. Помимо нового офиса в Мандолайне, врачи Illinois Dental Center по-прежнему принимают по адресам 2806 West Divan, 6051 West Bowman, это в Чикаго, и в Виллинге. Телефон там такой 847-229-1700. Хотите иметь здоровые и красивые зубы? Обращайтесь в Illinois Dental Center. В эфире «Чикагский смотритель» и начну я его с того, что скажу вам по утрам. Практически каждое утро рабочее. Я играю в теннис с замечательными людьми, у каждого из которых есть своя собственная точка зрения по любому поводу. После тенниса мы идем в сауну, и там эти точки зрения излагаются. Очень весело это происходит, иногда поучительно. Так вот, вторничные дебаты кандидатов-республиканцев в Лас-Вегасе напомнили мне наши банные посиделки. С той лишь небольшой разницей, что у нас они куда интереснее, хотя мы в президенты не метим. Что случилось 15 декабря в Вегасе? В Вегасе не осталось. Постарались CNN и остальные. Кто не видел, не переживайте. Пол на лавочке сидел, Кристи в камеру глядел, Дональд пел, Абен молчал, Тедди Круз ногой качал. Трамп повторил скандальное для делающий вид, что она остается справедливой Америке, утверждение о том, что от мусульман нужно отгородиться стеной, а Джаб Буш сказал, что в таком случае Америка не сможет бороться с исламским государством, и что с мусульманами надо сотрудничать. Кристи заявил, что когда он станет президентом, такого никогда не будет, то велит, ну во всяком случае в этот раз, то велит сбивать российские самолеты, залетающие в запрещенные зоны, а Фиорина сказала, что не станет общаться с Путиным, пока не будет восстановлена система ПРО в Польше, а русские боевые самолеты перестанут бороздить небесные просторы, где попал. Круз заметил, что если свергнуть Башара Асада, то исламское государство тут же захватит Сирию. А Пол оказывается уверен, что на смену режима в Сирии вообще не стоит надеяться. А Рубио хотел сказать что-то важное Крузу, но у него напал Пол и обидел, назвав самым слабым кандидатом в вопросах эмиграции. А Трамп, которого еще за 24 часа до дебатов Пол называл самым слабым в этих же вопросах, оглушительно смеялся. Нейрохирург Карсон вообще как-то сник, что отразилось на его рейтингах. Ну или может наоборот. Сначала сникли рейтинги, а потом он сам. Взгляд его мутен, доктор судя по всему хочет к больным. Короче, кто в лес, кто под рова. Единственное, в чем все кандидаты, извините, сошлись, так это в том, что хуже президента, чем нынешний, у нашей замечательной страны никогда не было. Но вообще нам бы хотелось услышать что-то, чего мы не знаем. Но не получилось. По итогам дебатов снова впереди Трамп, который заявил, что его главная задача наголову разбить Хиллари Клинтон. Лично я за это всей душой. Но только кто будет разбивать Трамп? Ну, если будет Трамп, то тогда плохо республиканской партии, потому что, ну, не верится мне до сих пор, что это реально. Когда-то, вы помните, президентом стал Билл Клинтон, когда было три кандидата независимого, он был миллиардер Росперо. Вот он расколол республиканскую партию и таким образом отобрал у старшего Буша голоса. Он мог быть повторно избран. Ну, если сейчас Трамп, я надеюсь, в республиканской партии это понимает, если сейчас Трамп это сделает, то случится то же самое. Поэтому не знаю, как там будет. Напомню, что со своим кандидатом республиканцы определятся с 18 по 21 июля в Кливленде, где пройдет национальный съезд республиканской партии. Ну, вы, конечно, в курсе киевской ссоры на этой неделе двух арных украинцев, господ Авакова и Саакашвили. Горячие кавказские парни, Аваков имеет армянские корни, Саакашвили, естественно, грузин, они не стесняются в выражениях и поступках. Прилюдно схваченный недавно за причинное место премьер Яценюк посоветовал Саакашвили убираться во своя си. А президент Порошенко вызывает стороны к соблюдению приличий. Вот так это делается в Одессе, где губернарство Михаила Саакашвили, ну, а сейчас так же и в Киеве, Харькове, Днепропетровске, когда кто-то начинает выступать против коррупции. Коррупционный скандал в любимой многими Доминиканской республики проходит совершенно иначе. В его эпицентре оказался чрезвычайный полномочийный посол нашей страны Джеймс Брюстер. Он там выступает в роли Саакашвили. В разгар избирательной кампании господин Брюстер сделал ряд заявлений, которые некоторые доминиканцы восприняли, скажем так, болезненно. К их числу относятся причем не только коррупционеры. Например, ни в чем плохом никогда не замеченный глава католиков этого карибского государства кардинал Николас Дед Джезус Лопес Родригес. В ответ на речи американского посла кардинал заявил, что Джеймсу Брюстеру в канун рождественских праздников нужно заниматься не вмешательством в дела другого государства, а домашним хозяйством, как и надлежит порядочной жене мужа своего. Дело в том, что Брюстер назначен на пост с Бараком Обамой в ноябре 2013 года сразу же опубликовал видеопост на сайте посольства, в котором представил своего мужа Боба Сотоваки. Их свадьба состоялась, кстати, сразу после номинации в Белом доме. Это еще тогда привело в ярость доминиканского кардинала, который не постеснялся называть и до сих пор называет Брюстера всякими обидными именами и с тех пор регулярно издевается над геем-послом в проповедях своих. Почему я об этом пишу и говорю вам сейчас объясню. В день, когда шли у нас дебаты последние в Лас-Вегасе, сенатор-демократ от нашего штата Иллинойс, который зовут Дик Дорбин, написал письмо папе Франциску. Как вы думаете, о чем? Он в этом письме требует от понтифика сурово наказать кардинала Николаса, Де Джузеса, Лопеса, Родригеса за гомофобию и нападки на его личного друга Джеймса Брюстера. Они, дескать, знакомы по Чикаго с 1996 года вместе работали по сбору денег на избирательную кампанию Обамы. И он, Дорбин, может сказать о Брюстере только хорошим. Вот хочу обратиться к нашему сенатору. Господин Дорбин, вы считаете, что в штате, который вы представляете в Сенате Соединенных Штатов, проблем больше нет? Вы находите время письменно просить папу Римского защитить посла Брюстера, он же, напомню, жена Боба, повторю, сатаваки от происков злого кардинала, и выражаете надежду, что папа известит вас о принятых мерах? Вам больше нечем заниматься? Я хочу вам напомнить, что штат Ильиной занимает второе место в стране по безработице, хуже только обстоят дела в Род-Айленде. Наши налоги одни из самых высоких, дефицит бюджета громаден, а жители штата платят за товары и услуги больше, чем в среднем по стране. Это спирсах можно продолжать, просто жалко времени в этот воскресный день. Люди пишут вам, а ответы ждут подолгу. Ну, теперь ясно, почему занят человек обязан защищать наши интересы в Вашингтоне. Он пишет письма турецкому султану, ну, или папе римскому, что в данном случае вообще ничего не меняет. Мне лично все равно, кто этот Брюстер, жена, сестра или любовница. Я к нему отношусь негативно не потому, что он гей, а только от того, что он собирал и собрал, иначе не быть ему послом, деньги на победу бездарного президента, бездарнейшего президента. А вот на Дормина я зол, ибо занимается наш сенатор такой вот ерундой и в рабочее время. Что мы можем делать? Не надо никуда писать, просто давайте перестанем голосовать за таких, как Дормина. Переходим к международным событиям. Хотя это тоже международное событие. Покойница Сирия при попустили в Барака Обаму и помощи Владимира Путина встала из гроба и бросила венок в толпу. И началось. Мир сошел с ума. Господа, я вам говорил, что турки не дураки. И два крупнейших события, случившиеся на завершающейся неделе, подтвердили это. На секретной встрече, и это сенсация, я не знаю, почему люди молчат об этом, в Швейцарии состоялась эта встреча между Турцией и Израилем, был подписан сенсационный документ, завершающий почти шестилетнюю войну, развязанную президентом Эрдоганом против своего тогдашнего стратегического партнера в регионе. Высокопоставленные чиновники скрепили под писями соглашение о немедленном возобновлении дипломатических отношений между странами, возвращении послов на рабочие места, возрождение сотрудничества в полном объеме в целом перечне отраслей, и о начале поставок газа из Израиля в Турцию. Нет нужды говорить о причинах, толкнувших Эрдогана в объятия, как он еще недавно выражался, кровавых сионистов. Эти причины в тот же день дали большую пресс-конференцию в Москве, в Хамаровском центре, может быть, многие смотрели по российским каналам. И сказали эти причины, что с нынешним руководством Турции восстанавливать отношения России не намеренно. А вот бывшим руководством Эрдоган становиться никак не хочет. Вот он и предпочел повернуться лицом к Иерусалиму. И лицо это полно смирения и надежды. С одной стороны, мы разберемся во всем этом. В 2010 году, напомню, став патроном так называемой флотилии свободы, которая, словно многокрылый СУК, бомбардировщик так называется российский, ворвалась в пространство Израиля вопреки предупреждениям и сигналам. И Израиль тут же заявил, что начинает операцию по задержанию флотилии, а взбешенный Эрдоган публично обещал в этом случае поставить, цитирую, на колени того самого Биби Нитанияху, от которого нынче ждет срочной помощи. В те времена Эрдоган не считал нарушения границы целым отрядом морских судов с вооруженными террористами на бортах поводом для применения силы и грозил Израиль. Но у Нитанияху нервы не спалились. Израильский десант мгновенно пресек прорыв, попутно отправив гурием на тот свет 9 турецких граждан, которые подняли оружие на пограничников. А израильские погранцы вы знаете этого очень не любят. Ситуация изменилась. В швейцарском документе, кстати, среди прочего Турция взяла на себя обязательство не допускать на своей территории даже малейших посягательств на Израиль и со своей территории. Так что в ближайшем времени флотоводцам-террористам придется поискать другие гавани для своих кораблей. А еще Израиль может поздравить с первым крупным покупателем газа. Как очень точно заметил в конце своего блестящего комментария мой многолетний друг и коллега Борис Фельдман из русской Германии. Москва столица боевого маркетинга. Маркетинговая кампания была проведена ее оригинальной и как обычно самой себе во вред. Турки же поступили правильно. Перед лицом лоссийской угрозы Эрдоган мало говорит но быстро думает и не колеблясь меняет курс. Это подтверждает и другое изменение на политической карте Ближнего Востока происшедшее на этой же неделе и изменение это настолько существенно что ОСА мимо него пройти не может никак. Об этом правда чуть ниже. Сначала отмечу что прав отказался и премьер-министр Израиля Нитанияху который быстро понял что он поспешил обменяться с Путиным в Кремле позывными свой, чужой. Координируй не координируй действия с российскими военными а все равно какой-нибудь сюрприз для получишь. Глава израильского правительства недавно выдал секрет Полишинеля о том что русские истребители иногда залетают на территорию Израиля но договор по его словам соблюдается пилотам на родном для них языке объясняют куда им нужно лететь. С кораблями дрейфующими в Средиземном море тоже проблем нет. Ну а вот на Ростов-на-Дону вернувшуюся уже в порт прописки в Новороссийск на этой же неделе наверла шороху там расстояние же маленькое навела шороху действительно и заставила израильтян крепко задуматься о том чью сторону брать. Только Москва и здесь просчиталась испуг Израиля сыграл на руку Анкаре а не ей. Ростов-на-Дону я имею ввиду подводную лодку а не город естественно движется практически бесшумно и обнаружить подводную лодку такого класса очень-очень сложно. Современное оборудование позволяет ей быть невидимой чем и объясняется название подводного судна бытующей среди специалистов черная дыра. Это действительно феноменальное достижение российской оборонной промышленности. Ростов-на-Дону может двигаться со скоростью до 20 узлов погружаться на глубину до 300 метров экипаж состоит из 52 человек корабль может находиться в море до 45 дней подряд дизель электрическая подлодка способна к быстрому маневру на мелководье и может незаметно вплотную подходить к побережью недавно она тихо подкрала к сирийскому берегу и нанесла удар крылатыми ракетами калибр по целям в столице исламистов Раки несмотря на соглашение между Израилем и Россией точнее их военными все передвижения подводной лодки держались в тайне которой Россия не делилась с Израилем высокооставленный источник в штабе военно-морских сил Израиля признал что маршрут лодки Ростов-на-Дону не отслеживали даже сверхточные приборы которые находятся в арсенале армии обороны Израиля подводная лодка сказал он оперировала в нашей зоне но мы не знали где она находится в данный момент и куда направляется Россия не вражеское государство ее присутствие в регионе не является прямой угрозой для нас но врагами являются ее союзники Сирия Иран и Хизбалла никто не может исключить возможности передачи русскими секретной информации об израильской активности в Сирии если Асад пытается передавать современные системы российских вооружений боевикам Хизбаллы с чем мы постоянно боремся то кто может гарантировать что он не передаст информацию об Израиле Ирану подчеркивает военное руководство Цахала это армия обороны Израиля так называется в специальном заявлении отношения Израиля с Россией таят в себе немало рисков для маленькой страны теперь о втором крупнейшем стратегическом изменении в этом взрывоопасном регионе о котором я уже обмолвился еще никогда в истории суннитские страны не объединялись без западного патроната что ли широко и плотно даже против Израиля не объединялись к концу прошлого понедельника на ближневосточной доске появилась новая ожидаемая давно и в то же время неожиданная фигура по шахматным меркам даже не ферзь а какой-то дракон военная коалиция из 34 мусульманских стран возглавляемой Саудовской Аравией как сообщил первым телеканал Ал Аравия коалиция была сформирована за 72 часа это по их темпам сверхсветовая вообще скорость в нее вошли внимание Саудовская Аравия и Ордания Объединенные Арабские Эмираты Пакистан Бангладеш Бахрейн Бенин Турция Чад Того Тунис Джибути Сенегал Судан Сьерра-Леоне Сомали Габон Гвинея Палестина Федеральная Исламская Республика Каморские Острова Катар Кот-де-Уар Кувейт Ливан Ливия Мали Мальдивы Малайзия Египет Марокко Мавритания Нигер Нигерия Йемен И Уганда Штаб коалиции 34 Штаб коалиции Будет располагаться В Эрриаде Столица Саудовской Аравии В заявлении Участников Коалиции Подчеркивается Цель Ее я процитирую Для вас Защитить Исламские нации От зла Всех террористических Групп и организаций Независимо от их названий Которые сеют смерть И терроризируют Невинных Теперь Становится Понятность Поспешность Которой Иран Начал в конце Минувшей недели Эвакуацию Своих элитных войск Из Сирии Где они оперировали В интересах Давнего сателлита Тегерана Башара Асада Иран вывел Свой спецназ Из района Алеппо И других Стратегически важных Точек Про Асадовской Сирии Около Двух тысяч Элитных бойцов Из корпуса Стражи Исламской Революции Введенных в Сирию Ради спасения Режима Асада Покинули страну Собственно На них держалась Вся тактическая Активность Сирийского режима Уход этих подразделений Означает ровно одно Аяталы Поставили на Асаде Жирный полумесяц Теперь Экспедиционный отряд Российской Федерации Становится Единственной И последней Опорой режима Превратившего Сирию В страну беженцев Вероятно Аятал поставили В известность Сами шейхи Саудовцы Не хотят Прямо сейчас Воевать Против своих Извечных врагов У новой коалиции Есть противник поближе Это Асадовские войска И конечно Исламские халифат Со столицы В Ираке Новорожденную Коалицию Несомненно Поддержат И военно-воздушные Силы США Германии Франции Великобритании Уже находящиеся На театре Военных действий Надо думать Основу сил Скорой Наземной Операции Составят Саудовцы Египтяне И турки Мало кто знает Но Саудовская Аравия Имеет вторые После Израиля В регионе Военно-воздушные Силы И небольшую Но отлично Вооруженную Армию Из 10 Современных Бригад С более чем Тысячей танков И самоходов Главная проблема Этого небывалого Необразимого Союза Лежит Образно говоря В области Экликтики Пожалуй Из ее участников Только лишь Мальдивы Декамора Не считают себя Солнцем Исламской Вселенной С точки зрения Прямого потомка Пророка Иорданского Кроля Саудовский Двор Сборище Выскочек Пастухов Прикрывающих Показной святостью Ужас Своего происхождения Сэр-Риад Короля Вдала Представляется Нищим Нахалом Смания Величия В свое время Один застревленный Позднее Египетский Президент Сказал Что в арабском Мире Есть ровно Одно государство А остальные Племена с флагами И маршал Ассиси Вряд ли Считает иначе По мнению Анкары Все эти руководители Регионов Бывшей Османской империи Обязаны помнить Откуда у курицы Яйца вообще Должно было Случиться Нечто глобально Опасное Чтобы согнать Этих самовлюбленных Людей В реальный Военный Союз Я думаю Что отнюдь Не только Угроза халифатчиков И все более Откровенные Пинки Запада Полкнулкнули Саудитов К объединению И здесь Роль критической Соломинки На горбе верблюда На себе Себе на беду Сыграла Россия И это очень жаль Молниеносное Создание Суницкой коалиции И участие в ней Страны НАТО Турции Ставит в очень Сложное положение Москву Брошенный Своим единственным Союзником В регионе Ираном Кремль Должен Под давлением Крайне неблагоприятных Обстоятельств Принимать Необратимое решение Уходить из Сирии Эвакуировав Нарублевку Асада И его близких Или оставаться там С риском Ступить в открытый Военный конфликт С саудовцами И всей новой коалиции Казавшийся Фантастическим Проект Московских Генштабовских Ястребов О нанесении Удара По саудовцам За агрессию Против России На нефтяном рынке Мира Вдруг стал Не просто реальностью А чуть ли не Избежностью Считает Борис Фильм Впрочем Избежать Безнадежного И крайне опасного Для нее столкновения Россия Все еще может Правда Для этого Многие думают Остаются уже Недели Лишь дни А многие Боятся Что и часы 11 часов 52 минуты В Чикаго Я поздравляю вас С наступающим Новым годом Передаю штурвал Передачи Сергею Егорову И Прошу вас Берегите себя Ну Сережа Всегда говорит Больше гуляйте Больше гуляйте Во всех смыслах Мы продолжаем Свою работу Вот сейчас Заканчивается Первый час Вещания И хочу По традиции Может быть Его и завершить Мы начинали С календаря События Связанные с этими Датами Просто допомню Уж очень колоритный Вчера Был день Вы знаете Вот Много именинников Сразу выделю Всеми Очень любимого Я так Сейчас Вообще Это все воспринимается С большой Доброй улыбкой Но тем не менее С 64 года По 1982 год Это был Государственный Политический Глава СССР И вчера День рождения Отмечалось Очередное Леонида Ильича Брежнева Вот Любимого И так Прекрасно Пародируемого Александром Ну вот Это такое Было В 1906 году Родился Леонид Ильич Брежнев Наверное Многие Многие Люди Нашего поколения Постарше Прекрасно Это Помнят Перечисляя Других Людей Очень Значительных В истории Конечно же Стоит И сказать о том Что в 1915 году Родилась Французская Певица И актриса Эдит Пиаф И вот Вчера Тоже Многие Помнят Эту дату Вспоминают Эту прекрасную Певицу Галина Волчек Родилась В 1933 году Напомню Советская Российская Актриса Режиссер Педагог Народная Артистка СССР И в 1944 Году Родилась Анастасия Вертинская Советская Российская Актриса Театра Кино Народная Артистка РСФСР Завершает Этот Перечень Список Тоже Еще один Российский Музыкант Актер Участник Группы Ума Турман Владимир Крестовский Он родился В 1975 Году Ведь Как я сказал Богатый Такой день Был Мне Хотелось Просто Лишний раз Вам Это Напомнить И буквально Хочу Вот Я всегда Выделяю Одну из Новостей Которая Мне Очень Понравилась В течение Недели Делаю Это Без Привязки К каким Либо Событиям Просто Сам Факт Интересен Евгений Максимович Примаков Будучи Пемьер Министром Российской Федерации Встречался С патриархом Встреча Носила Официальный Характер Патриарх Алексей Было В цемариальном Облачении И Гвоздем Его Была Накидка Примаков Спросил Патриарха Об этом Элементе Церковного Гардероба Алексей Сказал Что Сия Деталь Важна Присутствует На важнейших Церемониях Вот уже Несколько Столетий В общем Это важная Часть Церемиального Гардероба Патриарха Примаков Спросил А у вас Никто не пробовал Прочитать Что на ней Написано Алексей Удивленно Скал Что ничего Там не Написано Но Примаков Его огорчил Предмет Сей Сделан Из парчи Парчу Изобрели В Сирии Лучшая Парча Сирийская И Православная Церковь Веками Ее В Сирии Закупала Даже Сейчас Предпочитают Сирийские Ткани На накидке Арабская Надпись Стерилизованная Под узор И Арабист Примаков Прочитал Там было Написано Ла Аллахи Ла Мухаммад Расулла Ла Извините меня Если что не так Перевод Нет Бога Кроме Аллаха И Магомед Пророк Его Алексей Тогда Со встречи Ушел В шоке Вот Такая новость Закупала Все extent Và Прощ apoк Для Анат Р part Нараз Д�서 Шates Д Dobрат Субтитры делал DimaTorzok 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 боли в спине, воспаление корешка, или мышечный спазм, или грыжа диска, или ущемление этого корешка, этой грыжи. Понимаете, вот эти все моменты, это действительно вопрос постановки диагноза. Для этого врач желательно не только должен быть специалистом в медицине, но и в ортопедической эвалюации, в остеопатической эвалюации. Вот таких специалистов здесь в Америке немного, потому что здесь остеопатия – это отдельное направление, и врачи, которые проходят остеопатическую школу, стараются больше работать как медицинские врачи, чтобы их не перепутали с хиропрактическими специалистами. Поэтому они свои остеопатические знания очень часто не применяют практически, и поэтому их мало. А врачи медицинские, даже когда они желают что-то в этой области изучить и понять, они тоже не хотят заниматься мануальной терапией, ну, во-первых, потому что их никогда не учили этому, это не является медицинской специальностью не в России, в медицинской школе, я имею в виду, не в Америке, тем более, здесь вообще не считается специальностью медицинской врачи, которая лечит руками. И в итоге, понимаете, все ограничится общей постановкой диагноза, типа того, что у вас какая-то проблема, давайте сделаем МРА, посмотрим, что там более точно происходит. Ну, опять же, если есть грыжа диска, то считается, что обязательно именно эта грыжа диска, которую вы видели на МРА, она является причиной. Хотя на самом деле это часто не так. То есть, человек приходит с этим МРА ко мне и говорит, я не могу понять, доктор сказал, вот грыжа диска вот нашли на МРА, вот она является причиной боли. Смотрим МРА, грыжа диска, да, есть, она выпячется в правую сторону. А боль? А боль с левой стороны. Логика? Ну, доктор сказал, что, наверное, вот так она реагирует, реактивная такая боль. Понимаете, если это реактивная боль, значит, с другой стороны, там, где нет выпячивания грыжа диска, там есть ущемленный корешок, таким образом грыжа диска, это неправильный диагноз, возвращаясь к вашему вопросу, что такое поставить правильный диагноз. А поставить правильный диагноз, это понять, что является причиной боли, которая болит. И вот тут, в общем-то, еще раз говорю, это целая проблема, и когда она решается правильно, то это уже больше половины лечения. Но вторая половина лечения зависит еще и от правильного менеджмента, то есть правильного лечения. Если у вас воспаление корешка, вы делаете кортизон, ну, все логично, да, сняли воспаление этим кортизоном. Но если причина этого воспаления, ущемления этого корешка, то когда вы делаете некси, выбираете воспаление, но ущемление-то остается. Это все равно, что башмак тесный на ноге, трет, и вместо того, чтобы снять этот башмак, вы просто ногу на вокаином и каким-нибудь кортизоном намазываете, оно меньше болит, но он продолжает перезать. Значит, через какое-то время снова воспалится. Задача – подобрать правильное лечение. Вот мы выставили правильный диагноз, мы разобрались, что там есть ущемление, мы разобрались, что там есть мышечный спазм. Мы не просто даем лекарство мышечной релаксанты, мы эти мышцы расслабляем, их растягиваем, мы учим пациентов эти мышцы поддерживать. И действительно, чем раньше поставлен диагноз, тем на более ранней стадии можно остановить этот процесс и обратить его назад. А насколько рано это происходит? Вот пример. Девочку привели, двухлетнюю, коленка болит. И тоже, как вы говорите, правильно, на себя не обращаем внимание, но тебе тоже, ну, господи, что такое ребенка-коленка? Ну, естественно, что-то там не так. Ну, а что не так? Ну, у детей всегда бывает что-то немножко не так. Но когда она уже перестала утром вставать в постель, ее нужно было относить там машину, чтобы везти в детский сад. Потом она как-то расшевеливала. Эту ножку она проходила, она хромала, но в течение дня не так сильно. Но с утра, когда им нужно ее поднимать, она не встает на ногу, они забеспокоились. Привели колено покрасневшее, крепухшее немножко. И, в общем-то, тоже они уже были у ортопедов детских. Они уже и там всем прошли, сделали X-ray. Там нет опухоли, самое главное, там нет никакой инфекции. Но что-то есть. А как это лечить? Вот тут дальше опять возникает вопрос. Нужны методы какие-то операционные, без операции. Какие-то противовоспалительные, но желательно без медикаментов в таком возрасте. И где этот арсенал? У врачей его нет. Он есть и хиропрактор. Хиропракторы, они знают свою климатичность, но вряд ли будут трогать маленьких детей, за исключением каких-то ну очень высококвалифицированных, классных специалистов, которых тоже, в общем-то, поискать и не найти. Поэтому мы стараемся в нашем офисе в таких случаях вот их приводить и к нам. И этого ребенка привели. Два визита, и все, пожалуйста, процесс пошел. То есть она уже второй раз пришла, уже утром она сама стоит с поселкой, она еще чуть-чуть хромает, но, в общем-то, уже сама идет в садик. Поэтому, понимаете, правильный диагноз, правильный менеджмент, как можно более раннее обращение, если у человека заболела поясница, он пришел к нам, молодой человек. Мы убрали этот спазм, мы отрегулировали его мышечный баланс. Есть гарантия, что эта проблема не будет прогрессировать. Если же человек заболела поясница, он поднялся тяжелая на стройке, там или в машине сидит, трак-драйвер, или еще просто человек перед компьютером сидит многие часы, у него очень хорошая страховка, но у него нет времени пить к врачу. Тем более, что он знает, питьешь к врачу, тебе будет до бесконечности начать тесты, потом выпишут лекарства, потом все равно все останется то же самое, или оно само пройдет, или оно не пройдет. И человек говорит, я буду лучше продолжать сидеть перед компьютером. И если он приходит к нам, мы этот процесс останавливаем на ранней стадии, мы освобождаем этот ущемленный корешок, мы исправляем этот позвоночник, наши физиотерапевты учат его, как нужно заниматься, чтобы эти мышцы стабилизировались. Если же это не происходит, эти трущиеся мышцы, они растирают этот сустав околопозвоночный, они растирают этот, и расплющивают этот диск все больше и больше. Диск давит на корешок, возникает хронический очаг воспаления в этой области, и уже вот это далеко зашедшее воспаление иногда очень трудно вылечить, не медикаментозно, физиотерапевтически, иногда нужно делать инъекцию кортизиона в позвоночник, иногда же нужна хирургическая операция. Но даже после хирургической операции результаты очень сильно зависит от того, насколько правильно проведена дооперационная и послеоперационной реабилитации. И это тоже, опять-таки, сфера, где мы работаем, сфера нашего диагноза, сфера нашего лечения, правильного менеджмента, который включает не только медикаменты, не только точное знание медицинского анализа этой проблемы, но и физиотерапевтическое, и остеопатическое анализ и лечение. Так что... Спасибо за ответ. У меня еще один к вам вопрос. Я думаю, что он очень интересен будет тем, кто посещает ваш офис. Я такой человек, что когда, находясь у вас там, помимо того, что получаю профессиональные процедуры, прохожу услуги определенные от ваших специалистов, я еще занимаюсь тем, что как мне интересно, как и журналисту-человеку общаться с таким персоналом, уже у меня очень хорошее, доброе, личное отношение с вашими коллегами. Я бы хотел вас попросить вот о чем. Расскажите буквально в нескольких словах о ребятах, которые занимаются вот у вас в вашем прекрасном бейсменте, в физиотерапевтах двух, Авойтики и Сен-Джо, что им пришлось пройти, какое обучение они получили, потому что все, кто оттуда выходит, все люди, без, я не знаю, я не видел недовольных, они просто поражаются их профессиональным навыком. Мне это понятно, и я уже общаюсь с ними очень давно, я им очень, они мне очень симпатичны, как люди, у меня есть действительно много тем, которых я с ними обсуждаю всегда, но вот для всех наших радиослушателей расскажите немножечко о их профессиональных качествах. Дело в том, что, понимаете, профессиональная школа у них, ну, более-менее стандартная, у Сен-Джо, он заканчивал в Америке физиотерапию, он вообще-то родом из Канады, и там он проходил определенное базисное образование, здесь он уже заканчивал свою физиотерапевтическую школу, он имеет физиотерапевтическое образование еще и в Польше, он закончил там физиотерапевтическую школу, но сейчас он проходит ее здесь, а у него есть уже степень, как бы, физико-терапия ассистента, вот, и поэтому, в общем-то, людей с таким образованием, как бы, рядом с ними можно много поставить, но дело в том, что эти ребята отличаются не столько своим образованием, сколько своим опытом и своей приданностью профессии, именно поэтому я их выбрал, потому что физиотерапевтов очень-очень много и они, в принципе, работают во многих физиотерапевтических центрах, но работают с ним каким-то своим таким стандартом, я несколько раз пробовал сотрудничать с физиотерапевтами и все время не удавалось добиться того, чтобы мои пациенты оставались именно вот, как мы говорим, там, первый этаж, то есть у нас первый этаж это физиотерапия, второй этаж, там, где мы наверху находимся, мануальная терапия и пейн-менеджмент, лечение болевых синдромов, вот, ставить их на этом первом этаже, чтобы они там задержались, чтобы им восстановились, чтобы они заинтересовались этими движениями, упражнениями, все время это было очень трудно, сейчас, с тех пор, как появились эти два парня, их знания человеческого тела, их умение работать с этим телом так, чтобы мышцы, которые болят, которые не слушаются, чтобы они заработали и сделать так, чтобы человек после нескольких этих движений, упражнений вдруг встал и сказал, оп, а я чувствую, что я теперь совсем иначе стою, у меня нога поднимается иначе, то есть боль еще не прошла, но это все совершенно иначе работает, и вот использование всех этих наших возможностей, у нас там есть специальный тракшн-машина, который вытягивает, причем не так, что просто тракшн-тейбл, который, в общем-то, довольно распространены и который иногда вызывает обострение, а есть просто машины, которые именно в процессе упражнения, они включают вот этот вот тот самый механизм, о котором я часто говорю, декомпрессии, снятие спазма, и мышцы, есть специальные аппараты, с помощью которых они растягивают, одновременно укрепляют эти мышцы, и самое главное, это не то, что в руках, то, что в инструментах, а то, что в голове, в голове у этих ребят, у них очень четкое представление о том, как нужно проводить восстановительную терапию, как нужно подходить к этому творчески, индивидуально каждому пациенту, и плюс слаженность всей этой команды сейчас появился, еще один парень, мастер-шишнезиаль, польский, это тоже, кстати, для людей, у кого есть польские друзья, можете присылать к нам, потому что у нас сейчас уже скоро полуфиса будет говорить по-польски, вот, они очень хорошо это все делают, плюс мои массажисты, которые, вот я про них всегда тоже люблю рассказывать, Борис и Виктор, они имеют медицинское образование, они врачи, были в Украине, во Львове Борис, и в Тернополе Виктор, у них есть, как говорится, подготовка именно медицинская, хорошая, наша российская, базисная, здесь у них специальность мануальных терапевтов, они работают как мануальные терапевты, но вот именно их медицинский бэкграунд, он им дает возможность работать очень хорошо, Ричард, человек с колоссальным опытом в области мануальной терапии, массажа, здесь уже в Америке он начал этим заниматься, но уже больше 20 лет этим занимается, его знает огромное количество людей, благословляет его за его руки, и, так сказать, за его опыт, за его отношения, Татьяна, уникальный специалист, мы слышали, что массажист с университетским образованием в области массажа, в Америке такого просто нет, как вот я говорил, про мануальные терапии, а в Ленинграде институт Лесгов, люди, которые знают Ленинград, которые знают физкультуру, они знают институт, известное учебное заведение, и вот только там был целый факультет, обучающий массажистов, точно так же, как учат врачи, 4 года ее учили, всем этим техникам работают с детьми, с новорожденными, с инвалидами восстановления после инсультов, со спортсменами, поэтому ее знания абсолютно тоже уникальные, и, в общем-то, вся эта команда наша слаженная, она работает просто как один такой мощный организм, люди, которые приходят, они это испытывают на себе и знают, что если есть проблема, то нужно посылать нам, в общем-то, нам уже не нужно это доказывать, пациенты приходят, ведь мы перед тем, как они к вам, от пяти или от десяти человек уже услышали, что нужно идти только к вам, поэтому уже другого варианта не оставалось. Да, ну и все слушают радио ОСА, поэтому и услышали от нас тоже в первую очередь, так что большое вам спасибо за столь прекрасный, ну, большой, такой развернутый рассказ о своем коллективе, большое вам спасибо за то, что его создали, хочу вам пожелать всего самого хорошего наступающими этими прекрасными праздниками всей вашей семьи, всего доброго в завершающем году и в начале следующего, и я надеюсь, что уже в следующее воскресенье мы с вами продолжим эти наши интересные беседы. Спасибо вам. Поздравляем всех с наступающим нам годом, а пока мы поздравляем всех с наступающим сезоном праздников, кто празднует Крисмаш, кто празднует, еще допразднует Ханнуху, всех поздравляем, всем желаем счастья, успеха, здоровья. Спасибо, Андрей, спасибо. В нашем эфире только что выступал руководитель Центра Восстановительной Медицины Андрей Иванченко, напомню, этот офис расположен по адресу 98 Саус, Баффало Гроф, в Баффало Гроф, телефон, по которому вы можете позвонить в офис. Это 847-681-1161. Вечер проник на остатки смирения, и в мир живых проникают видения, а у висков пульс немного быстрее, Мест не осталось, где просто теплее. На полпути встали все механизмы, свет искажают потоки сквозь призмы, вдох вырослоп задержали дыхание, это уже стало просто за гранью. Метель, метель, закрой все двери, метель, метель, мы не спели, метель, метель, накроет гость. Очередной гость у нас в эфире Инар, это русскоговорящий председатель компании Frosh International Travel. Вот приятно, я набираю Иночку, она уже опережая события звонит мне, так что мы как бы нашли друг друга очень быстро. Надеюсь, что сегодняшняя наша встреча с ней поможет многим. Я не знаю, новогодние праздники планируют заранее все, конечно же, но все в жизни бывает, какие-то изменения, и приходится срочно все менять. Вот Ина, тот пожарник, который в этой ситуации нас всегда выручает, я надеюсь, что и в этот раз она предложит что-то интересное, может, кому-то это и подойдет. Иночка, добрый день. Добрый день, Сергей, добрый день, дорогие радиослушатели. Я хотела бы воспользоваться случаем и поздравить всех с наступающими праздниками от своего лица и от компании, пожелать исполнения всем заветных желаний, крепкого здоровья, искреннего смеха, пусть будет больше ярких и красочных моментов, взаимной любви, счастья и добра всем вам. И ко мне присоединяется компания Фрош с моим лучшими пожеланиями. Я всегда с большим удовольствием рада поделиться новостями в мире туризма, и компания Фрош готова всегда предоставить вам самое квалифицированное обслуживание и поделиться своими знаниями. Напомню, что я представляю один из филиалов, который находится в Дирселли 500 Лейкок-Роуд. И с большим удовольствием приглашаю всех посетить наш офис. Вы сможете сами убедиться о увеличении компании и ее организации. В связи с наступлением зимы, конечно же, многие жители нашего города хотели бы отметить праздники или провести свой отпуск в более теплом климате. И для этого у вас есть все возможности воспользоваться услугами компании. Наша задача дать вам рекомендации и предотвратить непредвиденные вами проблемы и тем самым максимально предоставить вам правильно организованный отдых с наименьшими затратами. Мы получаем огромное количество предложений, контрактов от наших поставщиков, а именно от круизных линий, гостиниц, авиакомпаний, лыжных и лечебных курортов. У вас действительно есть большой выбор хотя бы на неделю в течение нашей иногда суровой зимы оказаться в тепле и провести прекрасный отпуск с близкими и друзьями. Прежде чем я перейду по традиции к специальным мероприятиям, хотелось бы напомнить телефон и мой прямой, мой прямой телефон 847-572-0255. 847-572-0255. Ну а сейчас несколько слов и, на мой взгляд, хороших предложений, на которые я хотела бы, чтобы вы обратили внимание. А именно, я начну с крузов. По традиции, на мой взгляд, это один из самых продуктивных видов отдыха, который сочетает в себе и отдых, и посещение новых мест, и тем самым оставляет более яркое впечатление от проведенного времени. Вкратце сейчас хотелось бы поделиться опытом и впечатлениями от моих двух последних круизов, на которых я проходила обучение. Это два и две известных линий, ведущих компаний Norwegian и Celebrity. Norwegian Escape – один из новых его круизных судов или Celebrity Silhouette. Хотела бы поделиться опытом. Если вы планируете поездку вдвоем и вы хотите более уютную, спокойную атмосферу, более лекшуари и в более спокойной остановке, вы должны, конечно же, поехать на круизе компании Celebrity. Очень спокойная обстановка, прекрасные каюты, питание. Все это проходит в очень спокойной обстановке, на очень красивом судне. И если вы в возрасте более 60 лет, это тот корабль, и та линия, которая может вам подойти. Если вы ищете семейный отдых с детьми, то есть с маленькими детьми, с детьми возраста тимнинджер, ваше внимание должно упасть именно на Norwegian линию или на Royal Caribbean. Norwegian, это будет их новое судно Escape или Norwegian Epic. И также Royal Caribbean, в основном все их круизы имеют огромное количество спортивных комплексов, водных горок, много развлекательных программ, огромный детский центр, в котором работает с 8 до 11 вечера. И это, конечно, больше будет отвечать тем требованиям, которые вы ищете именно в отдыхе с детьми или в более молодежной программе. Опять-таки же, мне возможно за короткий срок дать все рекомендации. Это зависит от многих факторов. Поэтому звоните, я с удовольствием поделюсь с вами своими навыками и дам вам правильный профессиональный совет. Я часто сталкиваюсь, когда мне звонят и говорят, мы видели рекламу на круиз без всякого понимания. Какой это круиз, какая компания, что есть на данном круизе, какие порты, в какие порты заходит тот или иной корабль. Это очень важный момент. И поэтому, пожалуйста, прежде чем планировать такой отдых на круизе, конечно же, вам лучше посоветоваться с профессиональными людьми, те, которые имеют большой опыт, я напомню, телефон свой 847572-0255. Звоните, пожалуйста, мы с удовольствием ответим вам на все ваши вопросы. Сейчас вкратце о предложениях на круиз. Сейчас в наличии имеется крут от 199 долларов на 4 дня из Лос-Анджелеса. ТЭКС-71 доллар. 4 дня из Лос-Анджелеса. 299 долларов 4 дня в Флориде, Форт Лоттерделл, плюс 75 налоги в Гранд Кейман, остров Гранд Кейман. 414 долларов 5 дней в Форт Лоттерделл, в Гранд Кейман и Джамейка. 529 долларов и 110 долларов налоги 6 дней в Форт Лоттерделл, в Казумел, остров Роатан, остров Кошта-Мая. 7 дней с Нес-Анджелеса, Куэрт Валарта, Мазатлан и Сан-Лукас 449 долларов и 95 налоги. Хотелось бы обратить на 10-дневный круз в Панамак-Нау. 1149 долларов и 310 налоги. 10 дней в Панамак-Нау. Нужно Америку от 599 долларов плюс 353 доллара налоги. Это супер-дил. Действительно прекрасный дил от 599 долларов с 353 налоги в Южную Америку на 11 дней из Буэнос-Айреса, Аргентина, до Сантьяго, Чили. Сюда не включают полеты до Буэнос-Айреса и в Сантьяго, Чили. Только все, что касается крузов, 599 и 350 налоги. Ocean View кабина с окном от 899 долларов. 14 дней 849 долларов и 345 долларов налоги. Тот же маршрут, но 14 дней. Не на 11, а на 14 дней. 849 долларов плюс 345 долларов налоги. В Австралию новое предложение на 18 дней от Сидния до Гонконга. от Сидния до Гонконга от 1199 долларов плюс 345 долларов налоги. Еще раз повторяю, сюда не входят перелеты. 1199 долларов плюс 345 долларов налоги. 18 дней от Сидния до Гонконга. также имеется на весенние каникулы весенние каникулы крузы от 499 долларов на 26 марта. Этот круз проходит и останавливается в Пуэрто-Рико и Вирджин острова. Вирджин острова, Багамы и Пуэрто-Рико. 399 долларов на 7 ночей 26 марта. В феврале имеется крузы по 499 долларов на 7 ночей 8 дней тоже в Пуэрто-Рико, в Вирджин Айланд, это Вирджин острова и в Багамы на Багамы 499 долларов. Что касается пакетжи, мы предлагаем сейчас так называемый Сквердин от 549 долларов, что это значит, что вы получаете 5 звездочек в гостиницу за 549 долларов на Джамейку. 539 долларов 5 ночей в Лас-Кеба 539 долларов. 7 ночей в Экстапо, Экстапо, Мексика 899 долларов на февраль месяц. Хуатулка 779 долларов. Хотелось бы обратить еще внимание на Мексику 6 звездочек резорт от 899 долларов. Все, кто может это забронировать до 7 января на 899 долларов. 6 звездочек гостиница. Пуэрто Пунта Кана 799 долларов. Пунта Кана предложение от известного бренда Айбера Стар. 799 долларов. Айбера Стар Пунта Кана. Также остров Казумел. Остров Казумел для любителей скоба-дайвинг и плавания под водой от 849 долларов. Аруба Аруба 1700 долларов на весь период на весь зимний период. Всегда очень рада и с удовольствием это делаю. Когда ко мне обращаются мои пассажиры спрашивают куда бы вы посоветовали поехать я всегда готова и рада предложить Коста-Рика. Коста-Рика это прекрасное место для проведения для любой для любого возраста все любого возраста пассажир могут найти себе что делать там очень много интересных экскурсий очень приятное место с очень красивой с очень красивой природой. Коста-Рика на 5 ночей от 819 долларов или 7 ночей в Гуанакосте Гуанакосте Коста-Рика от 1199 долларов. Инночка будьте любезны напомните нашим радиослушателям еще раз номер телефона по которому можно с вами связаться и адрес вашей компании. Я как раз собиралась это сделать пожалуйста с удовольствием всегда отвечу на все ваши вопросы по телефону это прямой мой телефон 847 572 0255 847 847 572 0255 адрес компании 500 Лейк Кук Роуд в Дирфилде это коммерческие билдинги наши компании занимают весь четвертый этаж а именно наш филиал 500 Лейк Кук Роуд в Дирфилде телефон еще раз 847 572 0255 и последний я бы хотела как специалист и много лет работающий на полетах я очень много делаю корпоративным организациям полеты и действительно очень хорошо в этом разбирают советую вам все кто планирует посетить на летом бывшие страны СНГ и Европу уже сейчас заниматься этим вопросом пожалуйста я всегда вам помогу дам нужные советы поделюсь опытом и предоставлю вам нужную информацию звоните 847 572 0255 Иночка спасибо спасибо вам за информацию с наступающим вас новым годом всего хорошего я думаю что уже в ближайшее время мы опять с вами встретимся спасибо большое всех наступающими праздниками и доброй недели следующей спасибо переходим к полезной информации уникальные залежи сокровищ вы можете обнаружить совершенно на первый взгляд неожиданном месте в даунтауне Баррингтона MG Miller & Company это совершенно удивительный ювелирный магазин где изысканный стиль для ценителей прекрасного присущ каждому изделию более 45 лет хозяин магазина Майк Миллер и его замечательная профессиональная команда помогают уже нескольким поколениям воплощать их ювелирные мечты в реальность уже хотя бы потому что MG Miller обладает самым большим выбором в Большом Чикаго имеет смысл ехать Баррингтон отовсюду звоните по телефону 847-381-79-00 или просто приезжайте в магазин он находится рядом с популярным рестораном Шаку по адресу 123 Вестмейн Баррингтон господа вас ждет наиприятнейшее известие Гроссингер Хонда Чикаго проводит грандиозную распродажу конца 2015 года и в связи с этим вас ждут весьма и весьма специальные предложения на сотни автомобилей никакого финансирования на 72 месяца при покупке любой новой Хонды 0-0 звоните по телефону 773-453-8593 и спросите Алекса Пуховича это 773-453-8593 Алекс и его команда готовы помочь вам получить новый надежный автомобиль просто сегодня и прямо сейчас они позаботятся о вас и дадут для вас отличную устраивающую всех цену и так чудесных вам праздников от Гроссинджер Хонда что расположено на улице Вестерн в Чикаго звоните А если кто в поисках работы пожалуйста позвоните по телефону 773-973-7570 медицинскому офису нужен Medical Assistant который владеет конечно же и английским языком какими-то определенными навыками базовыми навыками работы на компьютере позвоните может вам понравится это предложение Напоминаю еще раз о прекрасном магазине новым его уже назвать сложно но прекрасный магазин который отвелся в Найлс в этом году продолжает поиск и прием на работу тех кто заинтересован в получении такой работы позвоните по телефону 224-470-20-60 или приезжайте в магазин по адресу 8203-WestGolf это еще раз напомню в Найлсе помимо того что просто замечательный с шикарным выбором продуктов магазин вы можете найти там для себя интересную для вас работу выбор правильного бухгалтера одно из самых важных бизнес решений я докажу вам что вы сделали правильный выбор так утверждает бухгалтер который уже очень долго работает в этой профессии добился значительных успехов Константин Щепин позвоните по телефону 773-800-2989 это объявление всегда приятно мне читать потому что работают отличные профессионалы и просто замечательный замечательный офис Affordable Optical сразу скажу адрес по которому расположен этот прекрасный магазин офис как угодно его называйте 92 South Milwaukee Кевиню Виллинге телефон 847-419-9009 самый большой выбор оправки солнцезащитных очков от лучших дизайнеров вы знаете непревзойденная цена на профессиональный глазной сервис для всей семьи специальное предложение и этого месяца при покупке двух оправ цены начинаются от 99 долларов набор контактных линз на 7 месяцев включая проверку зрения 139 долларов еще раз повторяю что выбрать правильную оправу очки себе может быть кому-то покажется что это весьма простое дело это далеко не так только с помощью специалистов которые работают в Affordable Optical вы можете выбрать правильную оправу и очки для себя с учетом и вашего качества качества вашего зрения которые помогут определить специалисты работающие именно там еще раз повторю адрес 92 South Milwaukee авеню Виллинге телефон отметьте для себя 847-419-9009 Японский ресторан Тенсуки Маркет расположен по адресу 3 South Arlington Heights Road Bell Grove Village телефон 847-806-1200 Тенсуки Маркет имеет широкий выбор японских продуктов огромный выбор этих продуктов закусок мясо, тофу, овощей, мяса и замороженных продуктов если вы готовите японскую еду у нас есть все что нужно кроме того у нас большой выбор хлебных и кондитерских изделий которые выпекаются и доставляются каждое утро приезжайте к нам и посмотрите почему наши клиенты любят именно нас Чама Гауча Бразилиан Стейкхаус расположен по адресу 3 008 Финли Роуд Даунеллс Гроуд телефон 630-324-6002 Чама означает пламя на португальском языке это сущность подлинного бразильского стейкхауса это пламя также описывает страсть гауча бразильских ковбоев к их культуре и их традициям мы сохранили эти традиции и сегодня мы вас приглашаем прийти к нам в ресторан и вы сами в этом убедитесь нейрохирург специализируется в области хирургии головного мозга при опухоли аневризме инсульции гидрофории эпилепсии также в хирургии позвоночника при грыже мест позвоночных дисков стенозе и опухоли я говорю о его офис расположен по адресу 2650 Рич-Эвеню в Эвенстоне телефон 847-570-42-24 Иллинойс Хеллскер Центр адрес 1546 Барклай Булвар в Баффало-Гроф телефон 847-465-84-15 это телефон офиса и селфон 224-628-37-37 контактная биоэнерготерапия это Сергей Смусь ведущий специалист по очищению нервных волокон и узлов солей и шлаков 25 лет практики восстановлению подлежат дисковая грыжа сколиоз у взрослых и детей а не менее конечностей боли в шейном и грудном поясничных отделах боли в бедрах и конечностях принимаются все виды страховок Новый год вот-вот наступит а у вас проблем очень-очень много и вы не знаете как встретить и где провести и воспользоваться помощью специалистов есть такая компания Атлетика Центра расположена по адресу 1900 Old Willow Road Норжбург и телефон 224-326-2061 планируйте проведение мероприятий новогодних заранее но если так не получилось позвоните нам наши специалисты помогут вам сделать этот праздник по-настоящему праздничным опытная команда профессионалов обслужит вас и предоставит место где это где это торжество провести также у нас имеется огромный выбор всех аксессуаров для проведения новогодних праздников стулья скатерти столы праздничные аксессуары пожалуйста позвоните поможем вам и наверное вот еще два объявления о которых надо стоит сказать компания оттенхейм лоу групп здесь решаются очень сложные юридические вопросы коммерческого права дела связанные с недвижимостью банкротством завещением наследства завещения наследства дела связанные с банковскими и коммерческими финансами видите весьма весьма сложный спектр таких вопросов офис расположен по адресу 750 лейкок роуд кабинет 290 это в дирфилде телефон 847 520 94 04 еще раз повторю номер телефона 847 520 94 04 и наверное последнее такое объявление похоронный дом вейнштейн энд пайзер предлагает самые выгодные цены на все похоронные услуги а также великолепный современный зал для прощания с близкими планируется неотвратимое заранее телефон 847 500 256 57 00 или позвоните Юрию Полонскому по отдельному телефону 847 414 81 49 наверное обо всех таких наиболее важных коммерческих предложений я вам рассказал сообщил еще раз повторю что если по каким-либо причинам вы не успели отметить для себя тот или иной номер телефона или адрес офиса который вам необходим позвоните в редакцию нашей газеты 847 715 94 07 или выходите на наш сайт свет dot com всю эту информацию вы сможете увидеть на нашем сайте или же наши сотрудники если вы позвоните в офис помогут вам найти тот или иной адрес или номер телефона и в это время уже нам необходимо говорить о спорте спортивных новостей очень много стоит наверное мне отдельно выбрать наиболее интересный потому что времени катастрофически не хватает и и и и и и и сразу начну обзор с новостей бокса российский боксер Денис Шафиков проиграл кубинцу РНССу Бартоломея в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Айбеев в легком весе Бартоломея победил по очкам счет судейских записок весьма такой своеобразный выглядит следующим образом арбитр который проставил так боксера в своих оценках наверное совершил какую-то мне так кажется ошибку 119-109 два других арбитра более сдержан оценили бой 116-112 и такая же оценка у третьего арбитра бой состоялся в Лас-Вегасе не часто мы говорим о саночниках и бобс-лихстах вот наверное эта информация вызвала у меня повышенный интерес в первую очередь тем что спортсменка такой возрастной группы участвовала в Сигулде на этапе Кубка Европы по бобслею латвийский экипаж в составе пилота Угиса Жалымса и разгоняющего Интера Дамбиса занял первое место а вот в соревнованиях у женщин латвийская боб-двойка Ольги Лапшовой и Аниты Козич заняла шестое место отмечу возраст Ольги Лапшовой 55 лет действующая профессиональная спортсменка 55 лет наверное стоило об этом сказать делаю это с огромным удовольствием американский футбол ну в прошлое воскресенье наша команда неудачно выступила мы уступили Вашингтону со счетом 21-24 я говорю о Берс и сегодня наша команда встречается с Вайкингс показатели Вайкингс значительно отличаются от наших у нас 5 побед при 8 поражениях и 8 побед при 5 поражениях у Вайкингс Паркерс играет с Райдерс сегодня у Пайкерс 9 побед 4 поражения у Райдерс 6 побед и 7 поражений но сегодня все без исключения болельщики именно этого вида спорта внимание свое переключат на игру лидеров в первую очередь Пантерс которая играет Джайанс сегодня напомню Пантерс единственная команда в американском футболе здесь у нас которая не потерпела пока ни одного поражения 13 побед и все во всех 13 поединков так что каждый следующий поединок этой команды вызывает повышенный интерес у поклонников этой прекрасной игры Джайанс играет в этом году намного скромнее 6 побед при 7 поражения тем не менее стоит обратить внимание на этот поединок в четверг состоялся поединок между командами Тампа Бэй и Сент-Луисом победа Сент-Луиса 31-23 из сегодняшних матчей стоит наверное еще выделить с участием лидеров в матче Бенгалс они играют в Сан-Франциско сегодня Бронко сыграет со Стыларс ну наверное это центральный матч этого тура у Бронко с 10 побед при 3 поражениях у Стыларс 8 побед при 5 поражениях и Кардиналс играет с Иглс у Кардиналс 11 побед 2 поражения и у Иглс 6 побед 7 поражения забыл я сказать и о Петриотс который сегодня играет с Тайтанс ну матчи полегче конечно же у этих команд Тайтанс всего 3 победы в этом сезоне при 10 поражениях а Петриотс имеет в своем активе 11 побед и всего лишь 2 поражения наверное вот о всех лидерах я вам сказал отмечу лишь команды те которые уже обеспечили себе попадание в плей-офф это Нью Игланд Петриотс 11 побед при 2 поражениях ну столь я думаю не испытает и проблем команда Бронко с Денвер 10 побед при 3 поражениях такой же показатель и у Бенглс Ценцинати Бенглс и о лидере уже я сказал Каролина Пентерс 13 побед не стоит даже комментировать Аризона Кардинал с 11 побед 2 поражения остальные команды продолжают битву за попадание в плей-офф таким относим и Гринбей Паркерс у которой 9 побед при 4 поражениях вот у Миннесоти я уже говорил сегодня Вайкингс 8 побед и 5 поражений баскетбол в чемпионате национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк Ниц со счетом 107-91 обыграл дома одного из лидеров Востока который до этого тура был таким Чикаго Булс нашей команды и продлил победную серию до 4 матчей стоит наверное об этом не сказать потому что в этой команде Нью-Йорк Ниц играет латвийский форвард Парзингис привычно он выходит в обычном составе в стартовом составе и вот вышел в этом матче также и за 29 минут 29 секунд набрал 10 очков реализовав 4 из 6 двухочковых бросков после серии из 4 побед Нью-Йорк вышел на 50% показатель в этом сезоне а у Чикаго 15 побед к сожалению вот эти два последних поражения нашу команду отодвинули на 5 место вы знаете на Востоке вообще что очень интересно очень плотно идут команды и здесь буквально одна победа одно поражение сразу же команду перебрасывает со 2-го с 3-го места на более дальние места в турнирной таблице в понедельник кстати мы играем с Бруклином и если уже говорить о турнирной таблице отмечу что мы сейчас на 5-м месте как я сказал 15 побед при 10 поражениях на 1-м месте Кливленд 17 побед 7 поражений на 2-м месте Индиана 16 побед 10 поражений если говорить уже более подробно то Торонто на 3-й позиции 17 побед 11 поражений далее 4-я позиция у Майами 15 побед на 6-м месте Орландо 15 побед на 7-м Шарлот 15 побед и на 8-м Детройт 16 побед при 12 поражениях безусловным лидером этого сезона является команда Golden State по-прежнему 26 побед и всего лишь одно поражение с небольшим отрывом идет Сан-Антонио 23 победы при 5 поражениях ну и уже далее за значительным отрывом следуют далее команды западной конференции Аква-Хома-Сити 18 побед 9 поражений и так далее видите на востоке очень-очень плотно идут команды и вот так такой явный лидер наверное стоит две команды выделить это безусловно они этого стоят это конечно же Аклахома то есть извините как я уже и говорил это Golden State и Сан-Антонио это два лидера здесь уже даже не стоит и комментировать хоккей национальная хоккейная лига вчера мы без особых усилий скажу знаете без таких значительных трат всего лишь по булитам сумели одолеть команду Buffalo Sabres посмотрел эти моменты не весь матч удалось мне проконтролировать тем не менее отмечу что два гола которые наша команда пропустила мы сами себе их привезли что здесь говорить первый постарался Краффорд неосмотрительно покинул ворота и практически в пустые ворота удалось забросить шайбу ну а потом к сожалению не вошел в углу площадки Сибрук в контакт с нападающим которым удалось легко проехать за ворота выдать оттуда пас на пятачок и была реализация очень жаль практически сами привезли эти два гола и только вот определенными усилиями удалось в этот поединок вывести в ничейный и даже овертайм ничего не решил и по булитам Кейн опять прекрасно разобрался с вратарем и забросил решающую шайбу мы добились столь важной для нашей команды чисто я уверен в психологичном плане победы потому что что-то происходит что теребит нашу команду матчи не похожи друг на друга чередуются с какими-то всплесками опять же может быть самоуверенность пока мешает определенным хоккеистам хотя тренер до сегодняшнего дня продолжает определенные эксперименты и каких-то игроков придерживает выводит в других составах и происходит поиск вы видите по составу привлекаются хоккеисты до этого не игравшие в команде ну что же делать из вчерашнего дня стоит наверное выделить победу Ванкувера над Детройтом 4-3 Бостон Брюнс переграл Питтсбург уверенно 6-2 весьма и весьма плачевно выглядит Питтсбург в последних поединках и наверное победу Вашингтона над Тампа Бэй 5-3 здесь блеснул Овечкин после какой-то паузы опять заиграл в полные обороты и блеснул на поле ну и что же сегодня очень важный поединок для нашей команды мы играем Сан-Хосе пожалуйста если у вас есть время посмотрите на этот матч я думаю что стоит это сделать турнирную турблицу наверное выделю сразу же лидеров Монреаль Бостон Монреаля 43 Бостона 40 очков Вашингтон 48 очков Нью-Йорк Рейнджерс 42 и 41 Нью-Йорк Айлендерс на западе Даллас 50 очков по-прежнему лидирует очень хорошо команда Сент-Луис 44 у нашей команды 42 очка и у Миннесоты 40 очков Лос-Анджелес 42 очка вот лидеры в первую очередь на них наверное стоит обращать внимание в последнем матче в последнем матче Кубка 1 канала по хоккею сборная России под руководством Олега Знарка проиграла команде Чехии 2-4 и вы знаете это уже второе поражение на этом этапе от шведов команда России потерпела поражение потом разнесла в пух и прах пинскую сборную 8-1 и вот опять поражение то есть никаких шансов на победу в этом кубке в столь историческом и теплом для всех россиян у сборной России к сожалению уже нет хотел сказать еще об одной новости но придержу его до следующего воскресенья это уже о проблемах латвийского хоккея буквально вчера провел очень длительную беседу с одним из легендарных хоккеистов своего времени ныне тренером Иричского Динамо Александром Нижевеем капитаном Иричского Динамо и сборной Латвии сейчас он как я уже сказал является тренером сборной о проблемах латвийского хоккея о проблемах Иричского Динамо а вообще о континентальной хоккейной лиге интересно у нас состоялась беседа наверное стоит мне о ней более подробно поговорить наверное в следующий раз я это и сделаю давайте сразу же перейду к футболу в 17-м в 17-м туре чемпионата Германии по футболу Дортмундская Боруссия уступила Кёльне 1-2 и после первого круга отстает от Баварии на 8 очков Мюнхенский клуб победил в гостях Ганнобер 1-0 пенальти реализовал Томас Мюллер и вы знаете тренер Хосеп Гвардиола не будет продлевать контракт с клубом Каталонец покинет мюнхенскую команду по окончании нынешнего сезона а новым тренером Баварии летом станет Карло Анчелотти контракт Таленца с Баварией будет рассчитан на 3 года наверное вот об этом я и хотел вам так подчеркнуть и сказать вот интересная новость пришла сегодня Блаттер посетил слушание комитета по этике ФИФА в четверг а платине в пятницу представляли его адвокаты ну вот знаете и Блаттер заявил что с него комитет снял полностью все обвинения и он полностью оправдан это лишь комитет по этике ФИФА так что вот такая новость имеет быть на этот момент дальнейшее посмотрим как будут происходить дела в английской пемьерлиге вчера интересный был игровой день Манчестер Юнайтед уступил Норвичу 1-2 Кристал Пелес добился победы над Сток Сити 2-1 Челси переграл Сандерленд 3-1 произошла смена тренера наверное все поклонники этой команды это теперь знают Хидинг возглавил команду его официально представили команде уже так что Мауриня покинул свой пост по обоюдному якобы согласию сторон ну и вчера еще Тоттенхемпер играл Саугемптон 2-0 Ливерпуль сегодня уступил Уотфорту 0-3 Лестер по прежнему возглавляет турнировую таблицу уже 38 очков и на 5 очков отстает то есть отстает от него Арсенал и Манчестер Сити на 6 очков но вот эти два клуба Арсенал и Манчестер Сити завтра встречаются между собой я думаю будет очень увлекательный поединок ну что ж стоит поздравить и Барселону новый чемпион мира среди клубов на два мяча на два матча приехали каталонцы в Японию и оба выиграли с одинаковым счетом 3-0 Луи Суарес и Леонел Месси стали лучшими бомбардирами этого клубного чемпионата мира теперь на их счету по 5 мячей причем Уругвай забил все 5 на нынешнем чемпионате сама же Барса выиграла 3-й чемпионский титул став абсолютным чемпионом по этому показателю поздравляем всех поклонников этого клуба ну вот даже не знаю какие еще новости вам сказать остается совсем мало времени вот смотрю да наверное стоит и об этом тоже сказать форвард Санкт-Петербургского Зенита Александр Киржаков с января 2016 года на правах аренды будет выступать за клуб швейцарской суперлиги Тюрих сообщается что футболист решил это сделать чтобы полностью восстановить себя и попытаться вернуться в сборную России я честно говоря очень бы это хотел потому что и по сей день считаю что это один из самых талантливых футболистов в российском футболе жаль что так в последнее время все проходит очень надеюсь что Александру удастся это сделать хочу в это верить вот наверное все последние спортивные новости и не только о которых мы вам с Александром рассказали для вас в студии сегодня как всегда работали Александр Ретман Сергей Егоров надеюсь что встретимся через неделю ничего такого непредвиденного не должно произойти еще раз хочу вас поздравить с наступающим новым годом всего вам самого хорошего в ваших семьях проводите это время как можно активнее погода зимней ее не назовешь она нам помогает с вами это делать всего вам доброго встретимся через неделю пока пока